Безопасность юных пассажиров, ответственность родителей. Утре инспектора в ДПС началось с профилактического рейда на наличие детских удерживающих устройств в автомобилях самарцев. За рулем авто Татьяна Давыдова уже более 10 лет. Представить свою жизнь без машины уже не может, особенно с двумя детьми, когда нужно постоянно быть в движении. Вот и сегодня жительница города отправилась на прием к врачу с малышами. Инспектор в ДПС не боится, старается ездить без нарушений. Вопросов Татьяне у сотрудников полиции обычно не возникает. Чтобы маленькие пассажиры были в безопасности, нужно правильно выбирать детское кресло. В первую очередь оно должно быть сертифицировано. Необходимо позаботиться и о комфорте ребенка. Важно, чтобы удерживающее устройство соответствовало размерам и телосложению юного пассажира. Детей до 12 лет врачи рекомендуют перевозить на заднем сидении. При установке детского кресла рядом с водителем, то есть впереди, нужно отключить подушку безопасности, чтобы она в случае аварии не травмировала малыша. Ребенка с 0 месяцев до 6 месяцев водители обязаны перевозить в автолюльки. С 6 месяцев до 7 лет используем автокресло. С 7 лет до 11 с использованием детского удерживающего устройства. Ребенка без детского удерживающего устройства можно перевозить с 12 лет, если рост ребенка превышает 150 сантиметров. За прошлый год в Самаре зафиксировано 149 ДТП с детьми, в которых 44 ребенка были пассажирами. Безответственным родителям, которые не считают нужным использовать детское кресло для перевозки малышей, грозит штраф в размере 3000 рублей. Только за сегодняшний день во время рейда инспекторы выявили 13 нарушителей. Тем же, кто соблюдал правила, вручили азбуку безопасности на дороге и сувениры от ГИБДД. Максим Магомедов, Николай Сидоров, События.